Всем привет, я Евгений Киселёв, вы на моём YouTube-канале, и вы видите, что в гостях у меня в очередной раз Катерина Марголис, художница, литературовед, культуролог, популярный блогер. Мы с ней теперь встречаемся каждую вторую среду, и вот в этом году у нас, наверное, последняя встреча, в следующий раз увидимся уже в новом году, и я, может быть, неожиданную тему хотел бы предложить для нашего очередного разговора. Тема для меня самого совершенно неожиданная, потому что я абсолютно не ожидал, что так называемая полуголая вечеринка у известной, я даже не знаю, как её характеризовать, телеведущей, звезда попсы, кто она ещё, Настя Ивлеева, вот эта вот устроенная ей вечеринка в московском частном клубе «Мутабар» неожиданно превратилась в какое-то грандиозное событие, которое обсуждают в соцсетях и в России, которое обсуждают и, скажем так, в эмигрантской среде, среди релакантов. Знаете, не все любят слово «эмигранты». И самое главное, что на участников этой встречи, не только на саму госпожу Ивлееву, на участников этой встречи покатились совершенно неожиданные репрессии. Там чего только не происходит. Уже и налоговая её проверяет, уже и какие-то там чудовищные штрафы ей выставлены в судебном порядке и утверждают, что люди, участвовавшие в этой вечеринке, там Киркоров и компания, не случайно приносят публичные извинения за участие в этом сомнительном, по нынешним временам, борьбы с ЛГБТ-сообществом мероприятии, но и потому, что они рискуют оказаться быть отлучёнными от концертов, от гастролей. И ужас, их могут вырезать из записи новогодних программ на телевидении. Более того, как человек к этому в прошлом причастный, понимающий, как всё это устроено, я хорошо знаю. В обычном режиме все эти новогодние торжества, которые показывают на разных каналах, снимают в конце октября, в первой половине ноября, ну, самое позднее, там, начало декабря, потому что потом сложный монтаж, досъёмки, постпродакшн. И вот если там сверху куда-нибудь, на какой-нибудь телеканал пришла команда с какого-нибудь грандиозного верха, чтобы никакого Киркорова или там кого-то ещё, никакой Лолиты Милявской, кто там ещё был замечен среди участников этого безобразного действия, чтобы никаких этих самых ребят там не было на экране. И это значит, что сейчас ночами дымятся аппаратные восстанки на там и других телевизионных центрах Москвы, где всё это переснимают, перемонтируют, переделывают, чертыхая с последними словами, ругая. Лично товарища Путина и всё советское, простите, я оговорился, всё российское руководство. Вот что вы думаете? Почему такая реакция? И вообще, какие можно здесь выводы и размышления сделать? Да, знаете, действительно, никогда не знаешь, какое событие окажется таким пограничным формообразующим, каким-то важным. Действительно, событие оказалось бы абсолютно на фоне всех грандиозных и чудовищных событий последних, простите, двух лет. Кажется, событие очень пошлое, ничтожное и малоинтересное, с малоинтересными персонажами, которые вот лично недалеки, как до луны. Я не знала, кто такая Явлеев иду, и с трудом представляю себе других. И, собственно говоря, довольно долго, когда там забурлили социальные сети по этому поводу, и всё, я была уверена, что это какие-то попсовые, по старой памяти разборки, извините за это блатное слово, между элитными артистами при путинской корнушке, которые отталкивают друг друга и пытаются выслужиться перед начальством. Но сейчас действительно мне тоже кажется, что это событие более культурологически, может быть, исторически значимо, не в смысле того, что оно само по себе значимо, а что оно обозначает сразу очень много вещей. Прежде всего, это всё те же хроники падающего лифта. Не бывает диктатуры, не бывает империи, не бывает тирании, которая останавливается на каком-то, застывает на каком-то этапе и говорит всё. А вот дальше мы никого не трогаем. Мы вот несогласных на Пушкинской площади закатали, мы в интернете, тех, кто пишет, пенсионеров арестовали, мы сослали того и сего, мальчиков, девочек, стариков, старух, людей среднего возраста, всех несогласных. И вот на этом мы останавливаемся, а теперь живём по-прежнему. Так не бывает ни одно историческое, если посмотреть в историю, не бывает так в принципе. И поэтому это событие обозначает какой-то новый этап цензуры, новый этап недаром. Вот перед этим, перед тем, как обсуждалась эта вечеринка, очень бурно обсуждался сериал, который я не смотрела и не собираюсь, скажу сразу слово пацана. А, кстати, я вас перебью зря. Да, я знаю, что это хорошее кино, мне об этом сказали, я принципиально не хочу этого делать, потому что мне кажется, что допущенное, но сегодняшнее фашистское телевидение или вообще российская продукция дозволенная, чем лучше качеством, тем хуже, тем, значит, более тонкий яд этой пропаганды. Я, в принципе, считаю, что вот весь этот пронизанный гулагом, насилием и пацанами в стране, это будет продолжать и развращать дальше, даже если сериал как бы критический по отношению к этому мироустройству. Это все равно тиражи ту же картинку, ту же идею, и мне это кажется глубоко нездоровым, отвратительным и прямо связанным с главным пацаном-паханом, который собирается сейчас, так сказать, в кавычках баллотироваться в марте на новый президентской, в кавычки, срок и на фоне идущей войны в Украине, на фоне всего того, что происходит. Мне это кажется мерзостью, и, собственно говоря, последующий след за этим, вот эти вот репрессии, казалось бы, верных псов режима, ну, как они напоминают какой-то следующий этап закручивания гаек диктатуры и тирании, там, неважно, Зиновьев, Каменев каются, Бухарин, или артисты, которые клянутся в верности Родине. Это следующий этап цензуры, это следующий этап репрессий, и это знак того, что так, как раньше, то, что было можно раньше, потому что эта публика привыкла, что можно то, что обычному плебсу нельзя, так вот, теперь это нельзя никому. А во-вторых, это, конечно, одновременно, если смотреть, мне кажется, чуть с более высокого птичьего полёта, мне кажется, что это в каком-то смысле исторически, это, конечно, закат империи всё той же, это разложение моральное, эстетическое, этическое, здесь всё в одну кучу. Это очень низкопробно, это отвратительно, но, безусловно, в любом нормальном обществе, любые вечеринки, любые эксцессы, любые провокации, всё что угодно, что не мешает другим людям, если вы это не устраиваете у кого-то дома, а это происходит по взаимному согласию взрослых людей, которые пришли на эту вечеринку, или якобы ошиблись дверью, как нам утверждают сейчас некоторые артисты, это в нормальном обществе совершенно нормально, нам, может, это не нравится, но мы это не смотрим, мы в этом не участвуем. А то, что это превращается в такой показной процесс, административный процесс для всей страны, это как раз, вы правильно отметили, и связано с ЛГБТ-законами, и вообще с такой, как бы сказать, любая диктатура всегда так вот остаётся на своей моральности, на своей правоте, и заменяет собой моральные нормы, так как общество развращено, развращено именно вот этим пацанским, плотным, уголовным отношением к друг другу, к собственной жизни, к собственной стране, к своим соседям, к чему угодно, мы об этом с вами много раз говорили, то вместо этого, вместо внутреннего стержня человеческой свободы и выбора всегда предлагается внешний жёсткий корсет, который определяется властью. Собственно говоря, это мы сейчас и наблюдаем, просто этот испанский сапожок закручивается ещё на несколько оборотов. И одновременно мы видим глобальный, там, распад империи, поделение нравов, кто-то вот недавно приводил распутинские ветеринки конца Российской имени. Я об этом, между прочим, говорил, я не знаю, может быть. Может быть, я вас слышала. Вы меня подслушали. Может быть. Вы вспомните, когда были распутинские вечеринки? Ну да, перед падением вечеринок. С 19-го года, когда уже влияние Распутина, политическое влияние Распутина было уже, можно сказать, на пике. Не случайно же против него составили заговор люди из самых высших слоёных. Да, образованных высших слоёных и шишлонов, потому что он действительно представлял... В стране идёт война, ну, страна ведёт войну, скажем. Да, 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 страна участвует в войне. Сухой закон, между прочим, да. Она трещит по швам, всем понятна революционная ситуация, всё, что угодно, и происходят эти дикие оргии и вечеринки с, значит, обнажёнными членами Распутина и другими членами царской, царской и только царской семьи элиты. Ну, понятно, да, это закат, закат империи, и одновременно, если смотрите... И во время чумы, я прошу прощения. Да, и во время чумы. И вопрос, как долго это продлится, потому что понятно, что исторически это закат, но этот закат может длиться долго, мы можем не увидеть, как он закатится и потом зайдёт. Ну, послушайте, как пела Худжава Римская империя оставляла впечатление полного порядка, что-то так. Совершенно точно, именно так. Примерно так. И вот это вот показательное наказание, показательное исключение, показательная цензура, оно именно призвано показать эту железную руку, которая держит руку на пульсе и не допускает аморального разложения там всего такого. Это демонстративная такая порка, чтобы и другим было неповадно, и чтобы показать ещё раз, что времена изменились. Ну, на самом деле, если там ещё раз внимательно посмотреть на возмутившие пропутинскую общественность фотографии с этой вечеринки, ну, собственно говоря, что там такого, господи? Там в таких нарядах полупрозрачных иные дамы появляются на открытии каких-нибудь кинофестивалей. Совершенно верно. Кинофестивали, пожалуйста, в Венеции. Провокациях и прочего рода светских вечеринках во многих странах Запада. Это вопрос, в конце концов, о границах допустимого. Даже уже не с провокацией. Это было больше провокацией сто лет назад. Уже сто лет назад такие вещи вполне были в публичном пространстве. Ничего здесь нового и особенно интересного, кроме как, не знаю, не вполне плавозрелым подросткам, собственно говоря, нету. И то, что из этого устраивается такой большой новостной повод. И всё он говорит, говорит, с одной стороны, снова об убогих представлениях подростков из недоросок, которые стоят во главе, которые очень любят фотографироваться обнажённым по поясам всякими, останавливаются на скаку коня, как иная баба. Это цитата. Чтобы не обижать женщин. И одновременно который хочет продемонстрировать себя как основу морали и нравственности. Но это тоже чисто показное выступление. Нету никакой морали, нет никакой нравственности. Всё разрушено, выхолощено и вынуто. И то, собственно говоря, то, что мы наблюдаем в связи с войной, это каждый день нас утверждает в этих наблюдениях печальных. Ну, посмотрите. Напрашиваются не только с Распутиным параллели. Напрашиваются параллели из, предположим, гитлеровской Германии 30-х годов. С одной стороны, эстетика обнажённого человеческого тела. Вы, как художница, это прекрасно знаете. Безусловно. И эстетика, конечно, бог. Линия, референталь, триумф воли и Олимпия, где вот эти вот мускулистые, обнажённые по пояс и даже не только по пояс, там, юношеские тела. Обратим внимание, что это ещё всегда гомоэстетика. Да-да-да. И гомоэстетика. Это всегда гомоэстетика. При этом гонения на гомосексуалистов в Германии, которые были приравнены к недочеловекам и подлежали уничтожению. То же самое и здесь. Мы видим. Это история про то, что гомосексуалистом был вот этот самый Вандерлюби, поджегший Ристак, коммунист. Дело о поджоге Ристака. Да. И Рэм, лидер штурмовиков, который был уничтожен в ходе так называемой ночи длинных ножей, тоже был знаменит своими гомосексуальными связями. И плюс к этому многие другие лидеры нацистов были отнюдь не образцами высокой морали в своей личной жизни. Смотрите, что сейчас повторяется в России, да? Вот этот вот президент, горцующий на коне или по пояс голый, стоящий в реке и уезжий рыбу, это тоже повторение самого культа полуобнаженного тела, да? Параллельно с этим репрессией против ЛГБТ-сообщества, доходящей до идиотизма. И при этом, я не хочу сейчас не называть никаких имен, но любой человек, интересующийся мало-мальски нравами современной российской элиты и особенностями, скажем так, некоторых ее представителей, знает пофамильно, кто там наверху принадлежит к этому самому запрещенному ЛГБТ-сообществу. Абсолютно полное повторение. Абсолютно, это калька, калька, абсолютно. Но мы видели это по-многим, вы помните эти съезды, этот, не знаю, храм вооруженных сил, это несколько русифицирует такой, с некоторым национальным флером, но абсолютное повторение всей эстетики Третьего рейха и всего, что с этим связано, и, безусловно, преследование гомофобия, преследование ЛГБТ, мы вспомним даже того же Мберте, ключевые признаки фашизма, это всегда является неотъемлемой частью фашистского режима. То есть лишний раз поставили галочку, только за этой галочкой люди и судьбы, расписались в собственном фашизме, как будто было мало всего. А вы знаете, что я вам хотел рассказать? Вот бьюсь об затлат, что вы, может быть, не знаете, как и когда и при каких обстоятельствах в Советском Союзе был криминализован гомосексуализм. При каких обстоятельствах я не знаю, я, безусловно, знаю представителей там как... Нет, нет, когда это произошло? Это произошло в сталинские времена. Так. И вот я вам просто читаю. Кавычки открываются. Гомосексуалисты занимались созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки. Дальше. Другая цитата. Актив ***, используя кастовую замкнутость *** кругов, в непосредственно контрреволюционных целях политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности, рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот. Знаете, это откуда цитаты? Нет. Это из донесения, или, скажем так, из служебной записки, представленной Сталину, тогдашним заместителем председателя ОГПУ Генрихом Ягодой, который, оказывается, был одержим идеей криминализации гомосексуализма, мужеложества, введения уголовной ответственности за него в уголовный кодекс РСФСР. Пролоббировал это осенью 1933 года. В общем, тогда же. В 1934 году, буквально накануне начала великих сталинских репрессий, вот уже большого террора, такая статья в УК РСФСР появилась. И уже, правда, ему потом самому Ягоде это боком вышло, потому что, когда его арестовали в 1937-м, при обыске у него нашли фалоимитатор. Тоже непонятно. И это ему аукнулось по полной программе. Но, тем не менее, когда арестовали, судили и расстреляли, если можно было назвать это судом, его преемника Николая Ежова, который был главным исполнителем вот этих кровавых репрессий 1937-1938 годов, его, в частности, обвиняли уже, помимо шпионажа, контрреволюции, государственной измены и так далее, ему еще и вменили как уголовную статью это самое мужеложество. Так, интересно. Я вообще-то думала, что это было позже, конечно. Я тоже думал, что это было позже. Оказалось, что на самом деле это было связано с тем, что, нравится нам или нет, среди, скажем так, части оппозиционно настроенных партийных деятелей, которые были сторонниками Троцкого, Каменева, Зиновьева, было некоторое количество людей, которые вот принадлежали к тому, что называется в записке активом Да, понятно. И даже про самого Григория Зиновьева ходили слухи, что он тоже к этому самому ЛГБТ-сообществу принадлежит. Я уже не говорю о том, что мужеложество было, нравится нам опять-таки или нет, распространено в том числе и в кругах, скажем так, не совсем про-советский и про-коммунистический настроенный, творческая интеллигенция. Честно говоря, нам все равно, нравится нам это или нет, мне кажется, это глубоко все равно нездорово в принципе такой интерес, такой интерес взрослых людей, уж не говоря там про власть, понятно, выдает глубокую ущербность собственную и такой какой-то нездоровый интерес. Ясно, что ГПТ-сообщество гомосексуальное отношение является частью жизни любого нормального здорового общества. Это конспирология, чистая конспирология. Да, чистая конспирология, то, что выбирается именно меньшинство, которое легко криминализируется, на которое легко обратить гнев толпы. Это же опять-таки низменные чувства будятся тем самым, очень простые. Они возбуждаются очень легко, особенно на фоне такого нарочитывания милитаризации и мальчизации общества. И вот здесь я хочу сказать отдельно про это, что мезогиния, шовинизм, имперство, это все вещи абсолютно одного ряда. И гомофобия тоже неотъемлемая часть того же самого. И то, что в 2011 году, если я не... большинство наших с вами даже знакомых интеллигенций, людей, культурных людей, очень критически настроенных к власти уже тогда. В общем, ну, не без критики, конечно, но не сочли этот момент преследования, жесткого преследования ЛГБТ. Я знаю многих людей, которые были вынуждены и просто бежали из страны и эмигрировали как по полу. Есть друг прекрасный писатель, сейчас пишущий по-английски, по-французски, он из Сибири, из Кемель сделает сейчас прекрасную восходящую звезду литературы. Он чудом бежал от этой страны, потому что он понимал, чем это может обернуться для него лично, для его друзей, для тех, с кем он был в отношениях или она не важна. И то, что меньшинство и представители меньшинства, это опять касается, неважно, мы говорим, о женщинах, черных, гомосексуалистах, евреях, выходцах в Центральную Азию, эмигрантов. То, что представители этих меньшинств, даже их многочисленные, вынуждены защищать себя сами, то, что большое общество не слышит криков помощи женщин относительно домашним насилием. Например, вот в Италии сейчас это очень важная тема, я хочу сказать об этом отдельно, потому что в Венеции, ну, под Венецией в конце ноября была убита девушка бывшим своим, возле была девушка, которая должна была зачтить диплом, блестящая студентка, которой, в общем, они остались в друзьях, там ничего не было, это ровесники, в общем, отдаленно даже знакомые моих дочерей. Это история, которая потрясла всю Италию, потому что это очередной феминицид, когда женщина, молодая девушка, неважно, выйдя из отношений, продолжала считаться как бы принадлежащей самому бывшему молодому человеку, и молодой человек считал, что он имеет на неё какое-то право. Она считала, что можно сохранить нормальные, хорошие, дружеские отношения, и это абсолютно естественно. И то, что именно феминициды являются таким массовым явлением, и то, что в России декриминализировано домашнее насилие, и то, что это прямо связано с тем, вот помните, с этой смешечкой, как говорил Путин накануне войны нравится, не нравится, теперь моя красавица, это вот этот пошлый, абсолютно мизогинный и такой присказка, блатная анекдот, который тоже декриминализирует насилие. Вот печально, что нормально, когда вот как итальянское общество выходит на улицы и говорят, это касается не только женщин, об этом говорят все время сейчас мужчины, мы должны пересмотреть, как мы воспитываем мальчика, мы должны ввести другое образование в отношении к школе, мы должны пересмотреть эти остатки этих патриархальных моделей, и об этом говорит все общество, либо это спасение утопающих, дело рук самих утопающих, преследует гомосокарист, значит, бегите, спасайтесь, мы вам очень сочувствуем, но в общем за вас мы на улицу и не выйдем. И вот это, мне кажется, именно степень солидарности общества, степень готовности защищать меньшинство является какой-то гарантией, признаком здоровья общества. И наоборот, когда действительно спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это признак глубокого нездоровья, даже когда оказалось еще тогда относительно благополучные времена, все жили и делали свои прекрасные культурные проекты, еще не было все разогнанно, еще существовало многое, что, а Москва оказалась вообще культурной столицей мира. Печально, что это было увижуно тогда. Ну, послушайте, вы понимаете, мне кажется, здесь важно вот еще о чем сказать. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но смотрите, вот все эти люди, которые неосторожно пришли на неправильную вечеринку, устроенную по глупости от недостаточного уровня культуры, от дурного вкуса вот этой самой девушкой Настей Ивлеевой, они сейчас наивно думают, наверное, что вот они сейчас извинятся, они сейчас извинятся и все будет хорошо. И мне кажется, что они не понимают одного, что вот раньше они жили по принципу не лезь в политику, не трогай Путина, не говори ничего про Украину, не осуждай войну, не поддерживай, не все же поддерживают из этой самой попсы, из этой самой звездной тусовки Галимы за эту операцию так называемую, нет. Некоторые просто прячут голову в песок или молчат, набрав в рот воды и думают, что им это с рук не сойдет. А система изменилась, система изменилась и дальше совсем по формуле знаменитого пастора Мартина Мюллера. Ровно открыла рот, чтобы это сказать. Сначала пришли за коммунистами, я молчал, я не был коммунистом, потом за социал-депракратами, я тоже молчал, потом за членами профсоюза, я тоже молчал, я не был членами профсоюза, потом за евреями, сюда можно стать и членами ЛГБТ-сообщества, со мной уже никого не было, кто бы заменялся. Да, именно так, и так устроено всегда, так устроен этот универсальный закон, и то, что эти люди все-таки, ну пусть невысокой культуры, не бог какого образования, но все-таки представляющие немножко ход мировой истории, считают, что для них законы земного тяготения или вообще какие-то общие законы сработают по-другому, это какое-то величайшее, эгоцентрическое, очень глупое заблуждение, и даже я не могу сказать, что их жалко, они сами жалки в этом, они выглядят жалко, вот я начала посмотреть какие-то видео, просто мне стало физически противно, я выключила, потому что у меня они были отвратительны, когда они делали вид, что ничего, как и многие культуры, что ничего не происходит, жизнь идет, ну что поделаешь, ну вот Путин вторгся в Украину, тяжелый вздох, но мы же, это же не мы, не спросил, тяжелый вздох, глаза мы же все, но с другой стороны, жизнь идет, вот Новый Год, вечеринки, голубые огоньки, премьеры, кинофестивали, книжные ярмарки, и нужно же хорошие книжки тоже продавать, и дальше это происходит, не словно жизнь идет, и происходит сползание и нормализация, это ровно то, что нужно действующей власти, чтобы продолжать дальнейшее беззаконие, дальнейшее ужесточение и репрессии, это именно вот это вот мягкое такое, с тихим вздохом уже все понимаем, согласие на зло. Вот смотрите, я позволю себе процитировать человека, с которым у вас лично, я знаю, сложные отношения, Маша Слонин, знаменитая журналистка, которая работала и на BBC, и в России, и опять уехала, сейчас в Великобританию и там живет, внучка сталинского наркома иностранных дел Литвинова, вот она написала, мне понравился ее текст, я как раз позволю процитировать, потому что хороший текст, ничего не отнимешь. Мне искренне жалко в частности Ивлееву, которая попала под маховик и вдруг увидела, возможно и поняла, что за короткое время система из вегетарианской стала людоедской, и что если совсем недавно она хватала других, теперь принялась за нее и за тех, кто ничего такого не делал. Ну да, никто ведь не запрещал танцевать голыми в частном клубе, и закона такого нет, но ведь и закона нет против того, чтобы ставить спектакль про девочку, которая попадает под влияние террористов. Нет такого закона, да? А ведь Паниш, Таберкович и Петричук сидят уже который месяц. Просто оставаясь внутри системы, не замечая, что она изменилась и что уже и до таких, как ты, могут легко добраться. Шаг в сторону и мышеловка запхлопнулась. Пора переходить на квартирники и не пустать посторонних, особенно с камерами. Ну что можно сказать? Да, это безусловно так, с вашей семьей несложные отношения, у меня просто никаких отношений, это моя бывшая подруга, с которым радикально разошлись в отношении ответственности россиян, в том числе нас, интеллигенции, за войну в Украине. Я считаю, безусловно, даже наш вклад, наши мигрантов в это есть. И времена не были вегетарианские, а мы делали вид отчасти, что они были вегетарианские, они не были вегетарианские очень давно, и об этом как раз, вот, например, выше говорила, других, просто казалось, это частный... Казалось, что система вегетарианская, как бы, когда ты там находишься, внутри. Когда ты там находишься, да, да, я даже тоже приезжала и смотрела, ходила на эти выставки, ходила на эти вернисажи, видела всякие презентации российских проектов, безусловно, под коронавирусским миром, здесь вот на Биенале, например, венецианском, всегда от них плоховато, чуть-чуть, такой тлетворный запашок от них шел. Но, с другой стороны, это были хорошие художники, качественные проекты, а то, что они были сделаны на грязные деньги, мы что, не знали? Знали, конечно. Кто-то в этом участвовал, кто-то не хотел участвовать, слава богу, нам, живущим давно вне России, не пришлось в этом участвовать, просто мы давно оказались вне этой системы, а те, кто жили в этой системе, у них особо выбора не было. Маленькие гранты, маленькие подачки, постепенное сращение со злом, и, безусловно, потом и ответственность за это, и ответственность за тем, что будет, за то, что будет дальше, и это мое глубокое убеждение. Именно взяв такую ответственность на себя, мы можем сделать шаг в сторону, не отрицая ее, не отнекиваясь и говорить, мы здесь ни при чем, чем больше, ты какая-то как трясина, чем больше ты барахтаешься в ней, чем больше ты в нее ввязаешь, тем больше ты будешь кричать, что никакой коллективной ответственности нет, мы против Путина, мы здесь ни при чем, чем глубже и глубже на самом деле ты сам себя заталкиваешь в ситуации, когда ты не хочешь слушать голос собственной совести. Правда, заключается гораздо более честная, мне кажется, позиция, заключается в том, чтобы признать каждому, в своем случае, для себя, совершенно не обязательно это делать публично, это непокаяние Киркорова на первом или каком-то там видеоканале, понять, что было не так, понять и пересмотреть, начать действовать так, что, например, не ходить в театре, если арестованы, если за пьесу о женщинах-террористах арестованы автосценарии и режиссерки, которые, собственно говоря, этому терроризму в своих спектаклях противостояли, может быть, пора перестать ходить на переполненные премьеры, может быть, пора просто перестать покупать театральный билет, такой небольшой пост самим себе объявить. Есть YouTube, в России работает интернет, но можно, мне кажется, пережить немножко без театра, немножко без спектакля, немножко без оваций, без цветов, без всего этого красивого флора, который декорирует зло. Мне кажется, можно. Именно в знак солидарности с теми, кто сейчас сидит за решеткой. И это моя позиция давно, и на этом я действительно разошлась с большой частью моих бывших друзей российской, московской, эмигрантской интеллигенции. Ну, смотрите, вот я не успел сказать несколько слов по поводу сериала «Слово пацана кровь на асфальте», который вы принципиально не смотрите. Я тоже поначалу его не смотрел и не хотел смотреть, наверное, из тех же соображений, но один мой знакомый меня таки уговорил посмотреть. Я вам скажу, что это для меня было некое откровение и неожиданность. Почему? Потому что я помню это время. Я помню это время, и я увидел свое собственное детство, где там тоже были такие пацаны. я не увидел там никакой ни романтизации, ни оправдания, ни пропаганды вот этой вот криминальной среды или полукриминальной среды, жестокости и всего прочего, что приписывают некоторые этому сериалу. Вы знаете, я просто хочу сказать, что для меня, мне кажется, важность и ценность этой работы заключается в том, что там совершенно беспощадным образом показано, где находятся социальные, культурологические, если угодно, социальные и культурологические, гносиологические, как сказали бы умные историки и социологи корни природы нынешней путинской российской власти и более того. Условно говоря, главный герой, тут со мной, может быть, некоторые не согласятся, но вот я в нем вижу будущего Путина. Худенький, маленький мальчик из бедной семьи, который занимается музыкой, но у него дома нет фортепиано. он тренируется на нарисованных на картонке клавишах. У него единственное неуклюжее пальто, он худенький, тощенький, да, и вот он в конце концов идет туда, к дворовой шпане, или, скажем, к этим людям, которые учат его. Может быть, и Путин был добрым мальчиком в детстве, Бог его знает, но потом вот это питерское подворотне и этот самый суровый быт двора превратил его в то, что он представляет уже давно из себя. И вполне вероятно, что и герои этого фильма прошли в реальной жизни, если представить себе, что это слепок той реальной жизни, которая была и в 70-е годы, в начале 70-х, во времена моего подросткового детства, и 15-20 лет спустя, там уже во второй половине 80-х, которые показаны в фильме. И самое главное, что это объясняет, почему люди идут воевать и убивать в Украине, потому что люди, которые выросли вот в этой среде, они способны на всё. Ну, я не спорю с вами, что это может быть замечательное кино, и что оно рассказывает вполне достаточно наглядно анамнез генезиса, умными словами, из нынешней российской власти, но мне кажется, что, в общем, если бы страна прошла или хотя бы небольшая часть прошла Шаламова, этого было бы достаточно. У меня возникает вопрос, почему этот сериал сейчас выходит, почему так бурно обсуждается, почему он так активно продвигается. Возможно, сам продукт очень качественный и действительно показывает. Но об этом писал про эти блатные походы, как человек становится блатарём, блатарём вне морали. Вот для меня главный человек, который об этом писал, это Шаламов. Как делаются блатарями. Как человек перестаёт быть человеком, он пишет. Я даже вам прочитаю. Он быстро усталовывает манеру, неперемодавленной наглостью, смешку, походку. Он давно уже обладел блатной феней воровским языком, он бойко услуживает старшим. В поведении своём мальчик боится скорее недосолить, чем пересолить. И дверь за дверью открывает блатной мир, перед ним свои последние голубины. Среди блатных вряд ли найдётся хоть один человек, который не был когда-то убийцей. Такова схема воспитания молодого блатаря из юноши чужого мира. И дальше лыживость блатарей, не знать границ, что любая мораль по сравнению с ними, самая страшная мораль, просто образец морали по сравнению с тем, что является собой блатной так называемый мир. И вот этот блатной язык, блатной мир, уголовный, срочный с государственным, что мне кажется очень важно, срочно изначально этой по обе стороны колючей проволоки именно этим наследием многопоколенчественным, наследием ГУЛАГа, непереработанным. Это не просто подворотня. Это больше, мне кажется, чем это. Это система, которая лежит в основе воспитания, жизни, функционирования сообществ не только низовых, но и культурных, вот возвращаясь к ветеринкам, к артистам или даже к интеллектуальной интеллигенции, круговая порука, блат, жизнь незакона, травля несогласных, где-то новичком, где-то словом, я это все наблюдаю и в соцсетях, и просто на личном опыте, ну да, немножечко пырнуть из подворотни, но в принципе механизмы одни и те же, и вот то, что именно эта система лежит в основе современного российского менталитета, я позволю себе это слово, во многом объясняет и устойчивость нынешней власти, она не из космоса пролетела, она выросла из этого самого общества и отвечает его запросам и провоцирует дальнейший запрос все ниже, ниже и ниже. Ну что ж, Катерина, спасибо вам большое за этот разговор, я напомню, Катерина Маргольс, художница, литературовед, культуролог и популярный блогер, была, как всегда, каждую вторую среду теперь моим собеседником на моем канале, на который я вас прошу подписываться и поддержать нас также лайками, вопросами, комментариями, и в следующий раз увидимся уже в будущем году с наступающим всех Новым Годом. Да, присоединяемся. С почтными праздниками. У нас еще и православное Рождество по старому стилю грядет и старый Новый Год и, как водится, окончательно мы все вернемся, как любил говорить один мой знакомый, только после того, как из крещенской купели вынырнем 19 января. Так уж устроена жизнь у нас. Ну, пусть эти символы какие-то потребности реальности и пусть действительно Новый Год общими усилиями он не сам по себе, Новый Год это тоже мы, наши усилия, пусть он будет лучше этого. Спасибо. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.